Здравствуйте! Сегодня в программе «Тайга. Взгляд» события последнего времени с нами обсудит депутат Горсовета Новосибирска, советник председателя СОРАН Александр Николаевич Люлько. У нас будет три главных темы, многие из которых уже освещались на «Тайге.Инфо», сегодня мы обсудим подробнее. Это законопроекты в особом статусе Академгородков и все брожения с выборами, которые с этим связаны. Это материал Александра Николаевича о распределении налогов, за что мы должны платить, насколько справедливо сейчас делятся собираемые налоги между Новосибирскому федерацией и областью. И это форум, анонсированный Василием Юрченко, технопром, который будет идти следом за Интеррой. И, как говорят, вот там, то уж по-настоящему будут какие-то разработки использоваться, рассматриваться, заключаться контракты. Давайте начнем сразу с первого по поводу законопроекта об Академгородке. Там не хватало заключения правительства, как я понимаю, то ли сегодня, то ли завтра оно должно было быть. Есть какие-то изменения в этом законопроекте, в статусе его рассмотрения, в стадии? Нет, ну на самом деле в прессе очень много писали по поводу данного законопроекта, но на самом деле просто многие, я просто считаю, не читали этот законопроект. Ну да, там основные, скажем, идеи, они как бы три. То есть утвердить юридическое понятие просто Академгородок, потому что что такое, мы все знаем, что такое Академгородок, а юридически его просто не существует, этой территории. Потом нужно определить территорию самого Академгородка и его границы. В законопроекте предполагается, что это будет определяться указом президента по представлению Российской Академии наук и самостоятельного управления. Дальше законопроект, ну он проходит сейчас стадию различных получений отзывов, потому что согласно Конституции Российской Федерации, когда законопроект вносится, он должен получить отзывы правительства. Ну формально, значит, неважно даже какие-то отзывы положительные, отрицательные, то есть Госдума может рассматривать. Ну конечно, понимая нынешний состав Госдумы, ясно, что, скажем, отзыв со стороны правительства, он в данном случае может быть являться решающим. Ну я реалист просто и прекрасно понимаю, что для прохождения этого закона уйдет достаточно значительное время. Ну для сравнения, в 1995 году был внесен закон о наукоградах и закон об Академгородках. И только в 2003 году наша Кольцова получила, то есть через 8 лет, статус наукограда. Поэтому если мы, скажем, этот закон проведем в течение года-двух, ну я могу считать, что это очень быстро. Тем не менее, даже не холодная война, а в общем публичные достаточно словесные баталии начались между городом, Академгородком, правительством. Практически все высказались и стало четко понятно разделение исполнительной власти города и области, которые против того, чтобы самостоятельный статус некий был. И позиции Академгородка и ряда ученых, может быть, общественных деятелей. На ваш взгляд, почему этот вопрос, который не является, это же не убранные дороги, не ЖКХ, это что-то такое, которое бы когда-то вызвало такое ожесточенное, встретило ожесточенное сопротивление, критику какую-то, полемику? Нет, ну как всегда борьба за ресурсы и кто должен управлять этой территорией. Конечно, судьба этого закона решается сейчас не в городе Новосибирске, не в области, а как раз в правительстве. Я, честно говоря, даже не ожидал, на какой, можно сказать, на самый высокий уровень он просто вышел. Потому что принципиально сейчас ставится вопрос, а кто должен управлять наукой. То есть, либо ученые в лице РАН, либо так называемые эффективные менеджеры. Ну вот, мое мнение такое, то есть, как сейчас управляют эффективные менеджеры, это Роснано, мы видим результаты счетной палаты. Результаты счетной палаты по поводу Сколкова тоже показали, что не очень эффективны. Ну а мне известна, скажем, экспертная оценка мирового сообщества. То есть, они как раз говорят, что, конечно, в России, кроме РАНа, сейчас, как бы там про него ни писали, кто-то ни говорили, ничего другого нет. И вопрос стоит о том, чтобы эта научная территория управлялась, в общем-то, при участии самих ученых, и сохранить просто его как научный центр, а не какой-то спальный район. Ну, безусловно, здесь разные точки зрения, потому что разная зона ответственности. Вот некоторые там пишут, что вот там виноват, там такой вот чиновник плохой. Ну, на самом деле, каждый отвечает как бы за свое. Ну, допустим, мэр отвечает за развитие города. В городе абсолютно уже нет места для застройки, а в Академгородке вообще полно леса, полно места, которое можно застраивать. Причем плотность застройки по СНИПам, по нормам, которые есть в городе, в четыре раза здесь более плотная застройка, чем в Академгородке. Ну, и поэтому вот идут постоянные споры, потому что у каждого, как бы, различные интересы. Но этот закон об Академгородках, мы считаем, что он поставит как бы точку над «и», то есть он узаконит эту территорию, как и территорию, скажем, науки, образования и инновационного развития. Смотрите, Александр Николаевич, одно дело, когда Вы говорите об управлении РАН наукой, научными структурами, совсем другое, когда об управлении ученых некой территории. Потому что и сейчас у жителей Академгородка достаточно много нареканий к инфраструктуре, к тому, как все организовано в Академгородке, что инфраструктура устарела, как там развлекательная и рекреационная, так и вода, свет постоянно включается и так далее. То есть жить там не очень удобно. Есть опасения, что если эта территория будет под управлением ученых, то станет еще хуже. Я хочу вот уточнить, что значит ученых. Ученых это не означает, что представитель САРАН Академии Кассиев будет, значит, мэром Академгородка. То есть в законе там предполагается, что это будет местное самоуправление вот тех людей, которые живут на этой территории. Потому что мое просто мнение заключается, ну как-то немножко, ну скажем, странно. Ну вот спустимся просто, чтобы было понятно вот на землю. Ну допустим, у нас с вами какой-то, ну я не знаю, там дачный поселок или гаражный кооператив. Мы же не предполагаем людей, так сказать, я не знаю, там, если он в Ленинском районе, из Первомайки, чтобы у нас тут что-то управляли. Мы своих как-то выбираем, потому что он ближе, он знает все наши проблемы. Ну и здесь примерно то же самое. То есть не предполагается, что непосредственно руководители САРАН будут руководить всем этим хозяйством. То есть будет, и в законе так и прописано, будет законным путем выбран соответствующий орган местного самоуправления, мэр, там депутаты, собственный бюджет. Ничего такого нового здесь нету. На самом деле в советское время это было так. И если мы посмотрим зарубежный опыт, там в точности то же самое. Допустим, я изучал опыт и был в Принстоне, в Еле. Ну там даже полиция своя просто в научных городках. Кстати, хочу сказать, что это тоже определенный миф. По поводу в Академию городки так все плохо. Недавно был проведен анализ, скажем, состояния ЖКХ. Ну и состояние ЖКХ в Советском районе, по-моему, там первое место. Я прочитал закон об Академии городках. На мой взгляд, там главная противоречие именно в том, что орган местного самоуправления наделяется некоторыми полномочиями по развитию науки. То есть выделять земельные участки фирмам с научным потенциалом. Ну, то есть определять, кто полезен для науки, кто нет. Там какие-то им преференции налоговые в том числе давать. Скажем так, есть большая вероятность того, что местное самоуправление будет избрано. И у него цели будут не совпадать с целями руководства СОРАН и с целями развития науки. Ну, давайте посмотрим близлежащие наукограды, условно говоря. У нас есть Кольцова, вот мэр Красников. Да, там все нормально. Да, у него все нормально, но к вектору он никакого отношения не имеет. Красников, на мой взгляд, это такое исключение, которое подтверждает правила. Вот попался хороший человек, и там можно говорить о том, что все хорошо. Но все-таки, вот если мы берем в целом по мэру, то таких как Красников я больше не знаю. Давайте абстрагируемся просто от Академгородка. Я вообще просто считаю, что лучше всего будет управлять территорией тот человек, который связан с этой территорией. С любой, не обязательно к этим городу. Клининский район, Первомайский, Центральный железнодорожный, Калининский. Тут есть проблема в том, что лучше всего будет управлять с точки зрения местных жителей. Если он, конечно, не ворвен, а мальчик. Тут проблема в том, что когда статус Академгородка разрабатывается, то это же не с точки зрения местных жителей, чтобы было хорошо. Это чтобы развивалась наука, то есть с точки зрения федеральных каких-то целей. В данном случае предполагается, и в законе это прямо прописано, что местное самоуправление самостоятельно ведет хозяйственную деятельность. И в принципе оно не занимается развитием науки, оно не может это делать. Этим занимается Саран, Академ Софт, Технопарк и какие-то другие организации, которых достаточно много в Академгородке. А при получении статуса муниципалитета для жителей изменится что-то? Но они же в составе городского округа все равно, а Новосибирск останутся? Что изменится в последней жизни? Регистрация, паспорта? Вообще ничего не изменится. Единственное, что согласно закону предполагается, что большее количество налогов, которые собираются на территории Академгородка, будет там оставаться, нежели то, что сейчас. Но по поводу налогов я уже говорил, это очень важный момент, но это не является принципиальным. И честно говоря, я думаю, что как раз эта часть потом будет каким-то образом изменена при принятии во втором, третьем чтении. Ну, налоги в любом случае это важно, даже если не льготы по этому конкретному вопросу, то вот сама ваша идея, то есть понятно, что у нас противоборство вечно идет, и об этом многие говорят, о несправедливости распределения налогов между городом и областью, между городом и областью федерацией и так далее. Но вот у вас одна такая забытая мысль, тем не менее, была реанимирована про районы, выделение районов местных бюджетов, местных советов и так далее. Как я понимаю, такая система работает в Москве и в Питере сейчас, которые субъекты федерации. Там же тоже, по крайней мере, в Питере Приматвиенко, если я правильно помню, было много публикаций о том, что вот эти вот местные сообщества очень активно воевали с губернатором и достаточно успешно. По вывозу мусора они считали там каждые копейки и спрашивают, почему это столько стоит и так далее. То есть вот действительно поможет ли это в том числе и становлению, как Алексей Итальевич любит говорить, становлению гражданского общества, ответственности какой-то там самих избирателей и так далее. Ну безусловно, я просто считаю, что мы как-то с депутатами дискутировали, у них основной аргумент против закона об академгородках, он примерно такой. А почему академгородку можно, а нам вроде бы нельзя. И поэтому я подготовил вот эту статью, вот эту идею, что на самом деле это правильно, то есть всем можно. Вот я более того скажу, что вот вы знаете, был введен фонд по выполнению наказов избирателей, но в простонародье он называется депутатский фонд. Но на самом деле это что такое? Это значит, это не то, что депутату дают какие-то в чемодане деньги. Нет, это значит депутат имеет право, собрав жителей предложение, значит записать на определенную сумму, значит, вот что на округе должно быть. Допустим, либо детская площадка, либо там какое-то благоустройство, либо там, я не знаю, ну что-то в округе. И потом, значит, это согласует глава администрации района, а потом согласуется в мэрии. И вносится бюджет. Но это получилось как бы вот как некий такой бюджет небольшой, в размере миллиона рублей на избирательном округе. И знаете, это совершенно вообще говоря, по-другому стали относиться люди. Вот допустим, если раньше установишь там детскую площадку, ну вроде бы это не наше, не на наши деньги, так сказать, и там ее ломают. А здесь, поскольку там проводится собрание, люди сами решают там или здесь ее установить. То есть люди это воспринимают как нечто свое, понимаете. В принципе, бюджет же нужно формировать не таким образом. У нас как бюджет формируется? Во-первых, человек сам не платит эти налоги, с него автоматом просто списывают и все. Значит, потом он никакого отношения не имеет к распределению этих налогов. И он это рассматривает как некая дань. И когда он читает еще в газете, что такой-то чиновник себе купил такой-то Лексус, значит, он думает, да, вот это мои деньги. На самом-то деле, вот просто изучая опыт вот и других стран, и некоторые понятия местного управления, вот они у нас есть. Вот, допустим, ТОС или, допустим, какие-то кооперативы. Ну, примерно таким образом должен формироваться бюджет снизу, вверх они как у нас. То есть деньги забрали, а потом в зависимости от политической лояльности, чаще всего их просто богатый барин раздает эти деньги. И причем вы сами, наверное, видите, вот иногда едешь и написано, значит, автобус. Такой автобус, значит, подарил там такой-то чиновник, значит, Тогучинскому, допустим, району. Хотя совершенно понятно, что не свои деньги. Не свои деньги, да. А скажите, вот, когда мы говорим о изменениях этих, это же потребует федерального законодательства изменений или нет? Насколько эта процедура сбыться, может, скажем так? Оказывается, такой закон уже как бы предлагали, выступали законодательные инициативы, причем не отдельные депутаты, а целые ЗАГС-собрания, допустим, Краснодарского края. То есть, ну, на самом деле идет как бы определенная борьба, то есть, кто будет распределять ресурсы. Но мне кажется, излишняя централизация, она на пользу даже чиновникам не ведет. Вы же понимаете, что будет ожесточенное сопротивление и городской администрации, скорее всего, и областных действующих властей. И еще большее сопротивление, чем по закону об Академгородках. Потому что Академгородок, это вот на самом деле как пилотный проект того, что мы говорим. У нас, кстати, реализована система двухуровневого самоуправления в районах сельских. То есть, есть районный совет и районный глава, а есть под ним поселковый и сельский. То есть, вот ту же самую схему в Новосибирске. А там обратную схему реализуют. Ну, вот в Крылсуке, допустим, там же изменено было законодательство, провели выборы, что нет теперь мэра, только горсовет. И конфликт это почти в каждом районе есть между районным центром и главой района. Потому что в районный центр, как правило, половина района или даже больше. Да, и там все собирается, а тратятся деньги тоже на район. В общем, как бы и невыгодно даже работать на привлечение какой-то другой налогооблагаемой базы, там, заводов и так далее. Просто чиновники считают, что это лишняя головная боль, потому что все деньги все равно уходят туда. А бюджет, он главным образом зависит не от того, хорошо ты работаешь или плохо, а зависит от того, как ты хорошо, так сказать, стоишь с протянутой рукой. Когда обострилась борьба между Сараном и правительством, стали много говорить, что вот так как вы пользуетесь поддержкой Рогозина, то вот, значит, за всем этим стоит Рогозин, он поможет продвинуть законопроект по Кремгородках, как вице-премьер. Он там то-то, вот, он приехал там на Чкаловский завод, и это воспринималось вот как свидетельство некой поддержки. И тут внезапно мы узнаем, что будет форум Технопром, и Юрченко специально отметил, в документах, по-моему, где это не отражено, но он это сказал публично, что в Азлаевском комитете согласился Дмитрий Рогозин. И часть людей сразу это истолковало так, что, ну все, Юрченко договорился с Рогозиным, теперь поддержки его Сарана не выйдет и так далее. То есть, насколько соответствует действительности, и по вашим данным, почему Рогозин согласился на Азлаевском комитете? Нет, ну Рогозин, во-первых, он очень рациональный человек, и поддержка со стороны Академгородка произошла после того, как Рогозин сделал заявление, что те огромные деньги, которые выделяются сейчас на оборонную промышленность, они будут потрачены только на новые разработки, те, которые как раз, ну, кроме ученых-то некому готовить. И поэтому будет поддержка, прежде всего, науки, а тех предприятий, только те, которые связаны с наукой. Поэтому мы тут же провели, значит, и выездное заседание Государственной Думы, и потом Сибирское соглашение было по поводу внедрения новейших достижений науки в производство, ну и технопромы, это вообще говоря, ну, как бы продолжение даже деятельности. Потому что касается поддержки закона об Академгородках, ну, действительно, есть такая поддержка со стороны военно-промышленного комплекса. Это всем известно, так сказать, и ВПК, и Комитет по обороне за это проголосовал Государственной Думы. Есть официальное решение по этому поводу. Потому что, а как деньги-то выделять? То есть, допустим, там же речь идет не только о научных разработках, а об элементарных вещах, чтобы люди за границу не уезжали, создать их нормальные условия. А для того, чтобы создать нормальные условия, нужно юридически определить, что это такое научный центр. То есть, это не связано с какими-то там личными взаимоотношениями, это связано просто с нормальной как бы работой. То, что касается технопрома, ну, я вам хочу сказать, что Саран активно просто поддерживает. Просто активно поддерживает проведение технопрома. Я, как депутат, значит, городского совета, тем более от Ленинского района, где не все хорошо с промышленными предприятиями, скажем, тоже активнейшим образом поддерживает, считает, что то, что Василий Алексеевич, скажем, договорился, ну, я знаю, как это договорился. На самом деле, там была договоренность с премиар-министром Медведевым, и фактически это как бы некое поручение. Я совсем недавно, вот несколько дней назад был в Москве, встречался с секретариатом Дмитрием Олеговичем Рогузиным. Единственное, там возникает вопрос, ну, сейчас еще не сформирован оргкомитет, то есть он еще не утвержден. И по поводу времени, ну, там тоже... Могут не успеть? Нет, там другое дело, что, ну, у нас как-то пресса, так сказать, сообщила, что это пройдет в сентябре, но они, может быть, не посмотрели, как бы, график. Дело в том, что как раз в это время в Нижнем Тагиле готовится и пройдет уже точно такой форум крупнейший, Russia Arms Expo 2013, ну, это с международным участием, с демонстрацией броневой техники. Ну, и, безусловно, это, так сказать, уже запланировано у Дмитрия Олеговича Рогузина. Но если это пройдет в городе Новосибирске, то, поверьте, в этом еще раз повторюсь, заинтересованы. И Сибирское отделение Академии. Это не станет опять фестивалем идей, вот, как второй Интера? То есть у всех вопросов, зачем второй форум, когда про первый непонятно ничего? Я, вот, вообще говоря, считаю, что и правильно, если будет разведена Интера и Технопром, и я думаю, что, безусловно, надо просто развести эти данные мероприятия, потому что форматы их совершенно разные. То есть это серьезное мероприятие, здесь предполагается пригласить губернатора, собираются пригласить, я знаю, что в проекте есть наши академики, которые отвечают за оборонную науку, то есть собираются пригласить крупные промышленные предприятия страны, не только из Сибири, и если там будет принято как раз решение о внедрении научных достижений, будет это обсуждаться на серьезном уровне научных достижений в промышленности, и будут выделены в нашей области, в том числе, определенные для этого ресурсы, и наши предприятия, падающие такие, как Сибсельмаш и другие, получат хорошие заказы, так как Чикаловский завод, это будет, безусловно, для нашей области очень хорошо. Моя область вся Avatar. Режисс twins. Ребят hair на глаз! Редактор субтитров А.Семкин поquerал D'Aim pan intra preoccupations. Редактор субтитров А.Семкинgue. Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин о۔ Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова